Проблемы государственной молодежной политики, пути их решения, перспективы сохранения абхазского языка, самоуправления в системе образования. Эти и другие вопросы обсуждались на круглом столе, организованном АНД. Участники встречи – представители молодежных организаций республики. Вообще, что такое государственная молодежная политика? Начнем с этого. Как гласит сам закон, который был принят еще в 2010 году, это государственное направление, целью которой является создание социально-экономических, политико-правовых, организационных условий для социального развития и наиболее полной реализации творческого потенциала молодежи. Что же это означает? Это означает то, что государство обязуется проводить определенные программы, механизмы для развития молодежи, для адаптации молодежи. Что это за программы? Давайте приведем пару примеров. Например, это государственная поддержка молодых семей, выдача молодым семьям жилья, государственная поддержка талантливой молодежи. Все эти механизмы, они действительно очень важны и несут за собой большой смысл для развития потенциала всей молодежи нашей страны. Молодежь – важный интеллектуальный, культурный и профессиональный резерв общества, от которого зависит будущее страны. Среди качеств современного поколения – умение нестандартно мыслить, создавать что-то новое и креативное. Выступавшие на круглом столе говорили о роли и проблемах развития творческой молодежи. Проблема развития творческого потенциала молодежи заключается в отсутствии мотивации. Молодежь занимается различной творческой деятельностью, но она не может показать и раскрыть себя полностью. Также отсутствуют или плохо развиты творческие проекты, различные мероприятия, конкурсы. Существует несколько способов развития творческого потенциала молодежи. Такие как формирование мотивации молодежи к участию в различных образовательных, творческих и социально значимых проектах. Информирование о наличии возможности участия в таких проектах. Закон о государственной молодежной политике в Абхазии призван обеспечить реализацию молодежной политики в республике, укрепить права и свободы современного поколения. Порядок и контроль за исполнением закона является основной целью, отмечали выступавшие. Нашей целью для начального развития государственной молодежной политики является порядок и контроль в соблюдении закона о государственной молодежной политике 2010 года. Также нам нужен механизм включения молодежных программ в государственные программы, планы бюджетирования. Нужно средство, то есть мониторинга развития молодежной политики. Для этого непосредственно создается координационный совет. В развитии государственной молодежной политики должны заниматься не только профилирующие ведомства, как государственный комитет по делам молодежи и спорта, а также другие структуры, как и все министерства, министерства образования, министерства внутренних дел. Каждое министерство должно иметь свою ключевую активную группу по развитию молодежной политики от ее лица. Об опасностях, которые несут в себе социальные сети для молодых людей, рассказал блогер Саид Инабха. У нас начинается очень серьезная проблема, которая возникла совершенно полгода назад. Наши соседи с Востока начинают вербовать нашу молодежь. Я так могу выразиться, потому что я это наблюдаю и это верю. Как это происходит, я вам могу объяснить. Это происходит так, сегодня заходит в эфир, человек разговаривает, молодой человек, 15-14 лет, сидит, смотрит его, подключается к нему в эфир и начинается диалог. В этом диалоге узнается, что нашему парню, который живет в Абхазии, предлагают там место жительства, учебу бесплатную, машину, все, что может привлечь. Мы прорабатываем это и планируем создать союз блогеров для того, чтобы мы не ругались, а рассказывали нашу историю между собой. То есть давали людям понять, которые смотрят, какая у нас история, что у нас было, именно правильно, как оно было. Год назад член АНД Саид Бея провел мини-опрос на тему молодежной политики. В целом было опрошено более тысячи молодых людей. 62% из опрошенных в наибольшей степени сказали о том, что они нуждаются в помощи при трудоустройстве. Значит, у нас на первом месте стоит проблема трудоустройства. 45% просят поддержку в профессиональной ориентации и получении образования. 43% ждут поддержки молодых семей, 38% нуждаются в помощи на получении жилья и субсидий, 31% организации спортивных и досуговых мероприятий, 27% нуждаются в помощи в трудной жизненной ситуации. Участники встречи сошлись во мнении, что поддержка социально-экономических, общественных, творческих, спортивных и иных инициатив будет способствовать развитию молодежной политики в стране. Эсма Голанзе, Алексей Агухава, Гудиса Тарба, Абхазское телевидение.